Всем привет! Меня зовут Дима Меткин, это Заметки Меткина. Я довольно давно не снимал еду и сегодня вот решил провести съемку вместе с вами. Показать пару идей, а заодно проверить один секретик фуд-стилистов. Но обо всем по порядку. И давайте начнем с первой идеи. Снимем небольшой видеоролик, в котором будем использовать субъективные ракурсы. То есть это такие ракурсы, которые как бы от объекта съемки сняты. Вы видели такие наверняка в фильмах Тарантино. В нашем случае это будет вид как бы сквозь сковороду. А заодно и приготовим завтрак, а то я сегодня как с утра не покушал. Нам потребуется пара яиц, оливковое масло, что-то на ваш вкус для украшения, сковорода, плита и стекло или прозрачный пластик. Для начала давайте соберем сетап. Я взял две ножки из Икеи, но вместо них можно использовать что угодно. Например, табуретки или книги. Сразу поставим камеру на штатив на нижней точке и направим ее в потолок. Ролик я планирую снимать в 120 кадров, то есть в слоу-мо и перевожу камеру в соответствующий режим. В таком положении управлять камерой, мягко говоря, не совсем удобно. Тут на помощь приходит поворотный экран или внешний монитор. Также можно подключить камеру к телевизору, если снимаете дома. Я использую источники с параболическим софтбоксом, чтобы сделать свет мягким. Дальше я ставлю кусок прозрачного пластика. Через него мы и будем снимать. Также со стороны основного источника я ставлю кусок черного пинокартона, чтобы свет не попадал на камеру. В противном случае она отражается в стекле. И добавлю светодиодную палку, таким образом, чтобы свет от нее шел по касательной, с противоположной стороны. Теперь снимем, как я разбиваю яйцо и лью масло как бы на сковороду. И вот только сейчас, когда мы отсняли первый дубль, я понял свою главную ошибку. То, что я сразу лил по центру, мог бы, в принципе, сделать это где-то с краю. И тогда у нас были бы запасные дубли. Собственно, а почему мыть это большой геморрой? Во-первых, потому что лень. А во-вторых, потому что останется много разводов, потому что мы льем настоящее масло. Ну и, собственно, если будете повторять, учитывайте это, если можно где-то лучше с краю снять. И, кстати, если вы не знаете, где достать стекло или вот такой вот тонкий пластик, то я рассказывал об этом в ролике с лайфхаками фотографии. Обязательно посмотрите. На самом деле все просто и довольно дешево. Кстати, что я сейчас понял про лень. Иногда это очень клево, потому что мне настолько было лень идти и после дубля, если что, мыть это стекло, что мы все сняли с первого дубля. И кадр с маслом, и кадр с яичницей. После этого отдельно поджарим яйцо, расположим его в кадре и снимем, как я как бы снимаю его со сковороды лопаткой. Все прям как на рыбалочке. Сидишь, шаришь яичницу. Не хватает только удочки. Кстати, вот что я заметил во время съемки, что, наверное, нужно использовать пластик более толстый или вообще стекло, потому что этот пружинил во время съемки и смотрелось не очень хорошо. Так что имейте это в виду, если решите повторить. И в конце остается только снять готовое блюдо, предварительно его украсив. Чтобы добавить какое-то движение в кадре, я решил использовать свет и просто перемещаю источник на журавле. Это довольно эффектный прием, который я часто использую. Ну что, давайте посмотрим готовый результат после монтажа. В общем, в этой идее собрано сразу несколько фишек. Во-первых, это ракурс субъективный, который мы снимали через стекло. Во-вторых, в очередной раз я вам показал, как пользоваться вот такими простыми флагами. Плюс запалил фишку с динамическим светом, который очень легко может повторить любой, просто поворачивая источник руками. В общем, с этой идеей мы закончили. Дальше на очереди у нас левитирующая еда. Такие кадры вообще всегда смотрятся очень выигрышно, интересно. Поэтому давайте перейдем к нему, и я раскрою вам пару секретиков. Возьмем томаты, в идеале на ветке и покрепче. Так с ними будет проще работать. Моцареллу причем лучше взять в шариках, но в магазине больших не было, поэтому взяли для пиццы. Также потребуется базилик с мелкими листиками, кедровые орешки, бальзамика. Соус песто можно купить готовый или сделать самостоятельно из тех ингредиентов, что есть. За основу конструкции я использую две стойки и ставлю их вплотную друг к другу. Затем я беру проволоку и прикручиваю ее, чтобы сделать разные уровни нашего блюда. И самое главное, после того, как вы все установили, но перед тем, как начать выкладывать продукт, обязательно что-нибудь подстелите, подложите. Ну, а я по-простому поставлю пакет и буду надеяться на то, что ничего не упадет мимо. Чтобы проволока держалась более надежно, я креплю ее на тейп и начинаю по шагам аккуратненько выкладывать ингредиенты. Выставляю свет и раскатываю черный фон. Кстати, на этой съемке я использую источники Prophoto B1X. Они работают от аккумуляторов, и это оказалось крайне удобным. Чем меньше проводов, тем меньше вероятность их задеть. Итак, сейчас самое главное не чихнуть, не трогать вот эту штуку, потому что мы, наверное, часа два уже ставим, пытаемся вот это все делать. В чем суть? Помидор скользит на проволоке, соответственно, если мы чего-то дотрагиваемся, вся конструкция падает. Это происходило уже раз, наверное, 15. Я, честно говоря, уже вообще все силы теряю. Наверное, идея снять таких пять кадров, как мы делаем сегодня в один день, может быть, была не самой лучшей. Но вроде пока все работает. И сейчас у нас на самом деле остается самый сложный момент. Мы будем украшать, то есть потихонечку добавлять песто, попробуем добавить зелень. И в самом конце даже подкинем кедровых орешков. Может быть, что-то получится. Если не получится, я уже готов отказаться от кедровых орешков, потому что, честно говоря, уже усталость, а нам еще кучу всего снимать. Итак, мы украсили наш капреза песто, потом мы добавили сюда маленькие листики базилика, прям соцветия. Добавили масло, бальзамика. Что самое интересное, ни разу ничего не упало. То есть мы сделали настолько аккуратно, мне кажется, я ничего аккуратнее в своей жизни не делал. После этого мы поперчили, посолили. Опять же, ничего не упало. И мы даже пару раз использовали пулевизатор, для того, чтобы немножко освежить картинку. На самом деле кадр уже, мне кажется, там максимально интересный есть. Вот, но у нас остаются кедровые орешки. В самом конце мы попробуем просто сделать кадр, кинуть их над нашим вот этим вот всем. Надеюсь, получится один-два дубля, где будут орешки. Если что, мы их потом там как-то на посте расставим. А если нет, ну ничего страшного. Кадр у нас есть. Самое главное после проявки изображения, куда мы не будем углубляться, это убрать проволоки, которые держат ингредиенты. Просто прохожусь по ним штампом. Иногда использую почту по необходимости. Я все-таки остановил свой выбор на варианте без орешков, так как на фото они показались мне довольно громоздкими. Обязательно слежу, чтобы в местах, где убираю проволоку, не образовались черные дыры. Для этого специально копирую перчинки в оставшиеся места. Также нужно не забыть, что необходимо убрать проволоку в отражениях и тенях на продукте. Например, в капельках масла или на краях бликующего помидора. В конце лучше всего проверить, что мы наколдовали на фоне. Я создал кривую и вытянул тени, чтобы увидеть все артефакты, которые не заметил из-за того, что фон уходит в темноту. В общем, лучше проверить, так как иногда такие косяки могут проявиться на разных мониторах и девайсах. Обязательно добавлю контраста своим любимым способом, с помощью выделения каналов. Подробнее об этом методе смотрите в нашем ролике про ретушь. Создаю смарт-объект и применяю к нему фильтр камеры RAW, где добавляю немного зерна, резкости, контраста, насыщенности и слегка раздвигаю смешавшиеся цвета с помощью колор-миксера. И вот готовый результат. В общем, после того, как мы минут 15 убирали здесь пол, я все-таки нашел в себе силы и достал пленку для того, чтобы покрыть и пол для следующего кадра. И следующая идея – снять крупным планом вилку, на которой будет паста. Тут все просто. Нам нужна вилка, паста, соус, сыр и что-то для украшения. Начнем мы с того, что закрепим вилку. И для этого самый, наверное, простой способ – это повесить ее на вот такую вот строительную прищепку. Вроде держится, а вроде нет. Поэтому нам потребуется скотч для надежности. Собственно, весь продакшн держится только вот на этой штуке. Так что обязательно имейте всегда под рукой. Надежно. Дальше такой план. Мы отварим макароны, но при этом не доварим их до конца. После этого насадим их на вилку, добавим соус, как-то украсим. И я покажу вам схему света. Кастрюльку я, конечно, забыл. Поэтому отварим пасту прямо в сковороде. Крайне важно ее не переварить. Поэтому смотрите время приготовления на упаковке и смело минусуйте пару минут. После снимаем макароны в посуду и обильно поливаем оливковым маслом, чтобы они не слипались и выглядели аппетитней. В качестве источника света я использую моноблок ProFoto B1X софтбоксом и размещаю его под небольшим углом, прямо над вилкой. Далее накручиваем каждую макаронинку на вилку. И аккуратно и хаотично подрезаем висящие концы. Перед камерой я держу кусок белого пинокартона и использую его в качестве отражателя. Таким образом заполняю тени на нижней части кадра. Остается только добавить соус, поперчить, посыпать сыром и украсить. Сейчас случился небольшой фейл. Мы сняли кадр, уже довольны, разобрали все, сняли вилку, все выкинули. И тут поняли, что я забыл вам показать, как добавить пар. Но я думаю, ничего страшного. Да, это косяк. Но давайте сейчас опять намотаем макарошки. Попробуем все-таки прищепку вместо скотча. И я покажу вам, как с помощью отпаривателя сделать пар. И добавим его потом просто в фотошопе. На самом деле все просто. Используем вот такой вот отпариватель. Его направляем на макарошки. Делаем кадр. В общем, есть несколько классных вариантов с паром. Посмотрим, нужно ли будет его добавлять или нет. И уже буквально через пару секунд вы увидите готовую картинку. А мы приступаем к следующему кадру. Давайте проведем эксперимент. Вы наверняка слышали или видели ролики в интернете о том, что на съемках рекламы используют вместо молока клей ПВА. Я в свою очередь узнал у знакомых фудстилистов. Они сказали, что чаще используют что-то гуще, чем молоко. Например, кефир. Давайте проведем эксперимент. Сделаем три одинаковых блюда. Завтрака в нашем случае. И проверим, что же в кадре выглядит лучше. Клей ПВА, молоко или кефир. Нам потребуется посуда, желатин, молоко, кефир и ПВА. Разные готовые завтраки, ягоды и мята для украшения. Для того, чтобы завтраки не проваливались в нашей глубокой посуде, сделаем основу из желе. Нужно просто взять желе и, согласно инструкции на упаковке, развести и подержать несколько часов в холодильнике. Хочу сказать пару слов о том, почему мы, собственно, залили желе заранее приготовили. Дело в том, что если бы мы делали завтрак, нам бы приходилось практически всю тарелку чем-то заполнять. Здесь, по сути, желе выступает как дешевый наполнитель для того, чтобы нам не нужно было всю тарелку наполнять завтраками. Плюс, пока идет съемка, они начинают разбухать. Ими тяжелее управлять, потому что их тяжелее расставлять. Сейчас сделаем три одинаковых завтрака и посмотрим, отличите ли вы, где у нас кефир, где клей, а где молоко. В общем, мы залили, и какие уже можно сделать выводы. Молоко впитывает в себя подушечки, и они действительно набухают. Прошло буквально пару минут, но это уже можно видеть. Кефир густой, но подушечки также набухают. И вот сейчас стали проявляться какие-то пупырки, пузырики. То есть, по всей видимости, он начинает бродить. С ПВА все гораздо лучше пока. И на вид прям даже сказал бы, что, возможно, лучше молока. Но давайте украсим, сделаем кадры, и там все сами увидите. В общем, мы сняли все три кадра. Выводы, на самом деле, неоднозначные. Поставьте на паузу, напишите в комментариях, что думаете по поводу этого эксперимента. Если вдруг кто-то решит его повторить самостоятельно, выкладывайте, отмечайте меня. Будет интересно посмотреть и почитать ваши выводы на этот счет. Соглашусь, что с ПВА работать, наверное, удобнее. Особенно, если вы делаете какой-то кадр, который нужно либо снимать долго, либо чтобы блюдо очень долго сохраняло вид. В этом случае ПВА подойдет. Наверное, я выбрал неправильную последовательность. То есть в следующий раз я бы вначале заливал ПВА, а потом по одной выкладывал бы подушечки. Если говорить о кефире, он сразу же дал пупырки, начал то, что называется, бродить. Подушки набухли. И, в общем, выглядит все не суперкруто. Молоко тоже смотрится классно. Если бы это, например, была съемка для меню или какие-то реальные блюда, которые, грубо говоря, приготовили, поставили, сделали кадр и все, то, наверное, не имеет смысл заморачиваться и использовать просто молоко. Плюс, как приятный бонус, потом это блюдо можно будет еще и съесть. Давайте сделаем еще один сочный кадр. Заодно покажу вам девайс, без которого сложно себе представить съемки с едой. Нам потребуется кукуруза, в нашем случае уже готовая масло сливочное, специи, шпажки и газовая горелка. И самое главное, ребята, будьте аккуратны с огнем и соблюдайте меры безопасности. Итак, сейчас будем использовать опять две стойки, которые поставили друг к другу. Сейчас кукурузу насажу на шпажку. После этого закрепим все строительными прищепками. Если у вас их нет, кстати говоря, обязательно купите. Штука очень полезная. Сами видите, я постоянно их использую. Световая схема практически такая же, как в кадре с вилкой. Но я отодвинул источник чуть дальше, чтобы он работал больше как контровой. Но я не стал использовать отражатель, чтобы кадр был чуть более драматичным. Далее аккуратненько поджариваем кукурузу. Капаем оливковое масло и растираем их кисточкой. Добавляем масло и топим его горелкой. По-моему, получилось круто. Кстати, можете посмотреть результат у меня в инстаграме. Вот несколько идей и приемов для съемки. Можете заимствовать, миксовать, создавать что-то свое. Обязательно отмечайте меня. Лучше работы буду репостить себе в инстаграм. Кстати, у меня припасено много идей по съемке жидкости и напитков. Поэтому давайте соберем 5000 лайков. И я сразу же запишу ролик. Но на самом деле я его и так, и так запишу. Но лайк поставьте. Мне будет, правда, очень приятно. На этом все, ребята. Увидимся в новых роликах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok